всем привет всем привет вы на канале семья багдусалян в этом видео мы будем делать распаковку для нашего будущего сына для новорожденного всякие разные приспособления то что мы купили на wildberries вот все ссылки тоже оставим в описании также следующем еще ролик и вы увидите кроватку которую мы взяли навороченную кровать супер современную приставную приставную кровать да но в этом мелочевка и вот еще такая вот шезлонг шезлонг ядвин будет пока распаковывать шезлонг а оля какой-то сейчас мелочь и начну сразу вот такой мелочи здесь такая приятная вкладка есть я нажал доставаю если хотите тоже можете вот по qr-коду перейти там интересные такие советы мне понравились вот такая вот накидка для кормления по-другому она называется milk snoot у нее здесь есть вот такой вот как сказать ремешок как фарту до который мне вот вот эта штука понравилась потому что можно регулировать то есть если кормить ребенка накидываете вот эту штуку не нужно там завязываться там как-то что-то и здесь еще жесткая такая вставка как пластиковая что позволяет видеть ребенка если обычную тряпку кладешь она будет вот так вот свой тут микрофон и ничего не видно получается а тут вот она прям такая жесткая и очень удобно про эту штуку кстати я на сайте не знаю не не увидела информация вот только что увидела и это ну вообще классно придумали также регулируется вот эта вот штука то есть можно потуже послабее можно вот так вот а то есть вот сделать так как удобно приятная расцветка и такая дышащая ткань я прям вижу она такая прозрачная чуть-чуть даже вот мне кажется для ребенка это самое то такие вещи все-таки хочется чтобы были на всякий случай так фирма какая у нас получается фирма это хагер так а вот это у нас фирма вот мамс кстати коробочку я поднимала она очень легкая была я даже удивилась думаю там точно шезлонг вот она очень легкая и давайте попробуем собрать тут есть инструкцию пусть один соберет нет и не делать вот в дом будущий будет папа когда-то пусть сразу знает как это распаковывается и потом выпендриваются перед своей женой пока не рви надо посмотреть как она убирать ну убери да это закинем мама просто имеет ввиду если что-то не так чтобы мы могли вернуть ну это пусть пока лежит нет давай без инструкции тебя думать потеряли инструкцию понятно все и давай как ты поймешь я сам не знаю так что слил все вот нас придумал вот это ножки не подсказывай он он один и его жена я должен выпендрить своей там женой потом что он знает вот максимально блеснуть логикой вот теперь мы попринимаем угели егэ по отцовству получается короче это держалка очень ноги и так понял аккуратно там и фиксировать и ничего никогда так не тяни если не тянется значит где-то обязательно есть какой-то это крепление жмешь передвигаешь отпускаешь в общем три положения 8 так а это походу сверху одевается так идет получается когда фиксируется резина уже все вот этот нужно нажимать и если не зафиксируем можно двигать ну пусть походу туда в конце интересно если мы и наверху посмотри вот как ребенок должен сидеть правильно да вот единственное может быть там защелкнуться должно нет я думаю вот эти штучки не просто так до конца чтобы держалась крепко куда что-то слишком нет может быть она просто надевается когда я вообще сниму эту насадку смотри там что есть может быть она так и есть и 2 и насадка смотреть тут эти штучки они будут внизу цепляться никуда не денется одевая правильно все потому что эта штука чтобы ребенок шатался да давай все правильно до ушек походу вот вот все все правильно давай ага все нормально ну да так ты ребенок маленький будет да а внизу как раз нужно нужно зацепить по ходу вот здесь есть вот эти ушки да вот смотри переворачивай да нет можно так не зацепить переверни что показать они не не вот наверное здесь вот так продевались да и да да все правильно до конца вот так и цепляй кнопочки вот этой защелкивать надо это кнопкой кнопка защелка вот все и это тоже что да спокойно должно еще защелкивать так тут все ничего не надо лучше короче сюда можешь развернуть работать значит я так он до середина просто поднимает а дальше уже нужно там держать то есть так она не пойдет защелкиваешь нажимаясь с двух сторон жмешь и двигаешься ты чуть-чуть двигай когда что-то делаешь двигай и нажми чтобы она вот играть начала вот все качать нужно да ну так наверное ребенок не будет ноту высоковато что-то мне ну а не тоже это когда сидит уже ребенок поэтому это самое высокое положение тоже садится и весом сюда надо дальше качалка здесь есть это сидушка можно убрать ее я как понял да он вот эту я не вижу я не знаю а нет походу не особенно интересно у нас было такое что она механизм качания должен быть или нет не было нет это просто обычно ты вот хотел материал нормальная все прошито все хорошо отлично вот эти ремешки тоже отлично вот они они как отсоединяются вот ребенок так вот садится подсоединяем по типу все вот этот ткань убирается это снимается это должно сниматься потому что наверное вот так вот делаем не снимай это для более взрослого ребенка а это для новорожденного новорожденный должен быть вот примерно в таком положении доложите вот сюда без нет вот это для новорожденного в смысле новорожденный который это не да да подождите вот это для новорожденного потом эту можно штуку убрать и сюда же взрослый садится на старше все а вот эту штуку можно снять и постирать с другой стороны идет более такая жесткая как мешковина вот а здесь уже такая мягко как в этих толстовки такие продают посильнее для подушки такие бывают приятно мягко прятать мне понравилось вот это вот вкладка для новорожденных потому что обычно когда шезлонги покупаешь они как-то слишком сильно провисают и там мамочки начинают думать что же подложить в этот шезлонг чтобы можно было новорожденного ребенка положить и вот так и еще система вот получается это все ты складываешь это я складываю там первый щелчок и следующее этого держать и это сидеть ну да ну вот это вот в принципе но уже еще сядет оле счет посадить туда там и он еще же провисает я смотрю новорожденного можно в такую сажать конечно мне кажется нет а то что он сидит имеешь ввиду потому что смотри наклон если бы чуть ниже обещает что ты хочешь сказать то мы не будем мне нужен в поле в общем знаете что хочет сказать что новорожденных нельзя сажать на попу потому что с какого-то возраста там надо а этот наклон такой что новорожденного посадить и он как будто сидит чего делать нельзя вот что оля хочет сказать только на это говорит вкратце совсем понятно получается тут первое самое низкое вот это состояние если мы сажаем ребенка то буквально чуть-чуть наклонит и вот именно про оля про это говорит это уже как будто он сидит да мне не совсем нравится потому что мне ну как бы на опыте посмотрим что будет но вообще мне вот ну как бы слишком вот это кажется сидячем положении и хочется чтобы было вот чуть еще не как-то не ниже да может быть как-то можно будет зафиксировать за ножки какую-то резинку дождемся чуть постарше будет и тогда будет но мне шезлонг нужен именно для новорожденного чтобы мы же корресту и дети его специально для новорожденного там уже будешь тогда надежда остается на кресло но вот этот шезлонг мне как-то не внушает доверие может быть так можно фиг его знают но насколько да я это знаю насколько оля это понимает как бы детей типа нельзя так ложить ну посмотрим может быть если ты положишь он как раз не совсем будет сидеть да это подписывайтесь на наш канал и короче по качеству ребята вопросов нет великолепное качество отличный пластик ткань прошитость работоспособность сборка легкая в общем именно по качеству никаких вопросов все отлично снимается меняется моется вот это все единственного ли вот тут докопалось то что вот еще на один щелчок бы сюда но это невозможно здесь можно только вот это все еще двинуть вверху два положения совсем высокая это уже совсем это сидящего постарше уже будет и он еще чуть-чуть так наклониться вот этот щелчок они в эту сторону вы сделали как раз наоборот вот так нет этого 2 или 3 2 2 2 2 2 нет два положения все нет тут больше мне понравились вот эти резиновые ножки вообще не двигается до резина до резиновые кстати и здесь как у стиральной машины вот эти резиновые штучки потому что бывает такое что идешь и шезлонг нечаянно там запнуться можно еще что-то и он с места вот я вот так вот двигаю тяжело двигается кажется что он такой неподъемный прям тяжелый ну вот это большой плюс там дети если есть маленькие мимо там бегут несутся закрой смотри там 33 положение да дай-ка сначала вот раз но это самое низкое ну все потом чуть-чуть еще два и три идет вот второе покажу ты нет не держи эту штуку ты не чем щелкнем 2 и еще 33 положение ну это по ходу знаешь что это не ноль плюс это идет там наверное месяц когда там уже более-менее написано до 9 килограмм это получается нет да скольки ты килограмм то понятно а вот от скольки килограмм это уже другое дело возможно мы что-то там нет нет не в дочитали во сколько можно ребенка сажать в полгода полгода ну вот значит от полгода больше подходе нет тут до 9 9 килограмм это уже когда ребенок там сидит уже ну вот короче где-то до семи восьми месяцев получается потом уже по весу якобы не выдерживает а потом вес не надо тогда получится ничего вообще тогда уложить нельзя а потом он просто тупо вырос и так нельзя да ну я думаю звонка он ерунда так шезлонгом предназначен не для сидения он предназначен для вообще лежание детей вот а знаешь мы что сделаем моль доработаем чудом дырочку то высверлить нажми вверх-вверх сделает до конца мы здесь просто вот я дырочку высерли еще одну и это что ровно такую же и она сюда защелкнуть за будет ниже все вопрос решен доработаем ничего страшного просто вот когда ребенок будет уже на деле может посмотреть можно и на но единственное что у меня немножко как бы успокаивает у нас дети очень крупные рождаются эдмин 4 800 милана 3 820 сейчас третий ребенок тоже не маленький будет в принципе если он будет большой тогда и возможно все нормально будет от веса зависит может быть он эта штука еще кстати новая и возможно она еще провиснет вот эти вот штуки они еще будут потихонечку провисать провисать и следующую распаковку как раз таки я брала специально к этому шезлонгу потому что здесь нету игрушек чтобы ребенок игрался мне качество понравилось по отзывам вот это вот все и и вот такая вот штука называется на монте-сори как-то так но здесь нету игрушек игрушки мы дополнительно купили и сейчас ее нужно собрать давай вот тебе инструкцию вот пусть один пока собирает давай мы дальше распаковываем чтобы времени терять вот откручивается да так следующее это эдгар закупился до какими-то навороченными салфетками грязные сюда не почистил чтобы это ты просто покупал или просто салфетки для дома а это не для ребенка может пустить это вниз коробки вообще лучше не поднимать здесь на стол сразу распаковывайте здесь так следующую я взяла вот такую вот подушку на руку для кормления у меня такое никогда не было но такое чувство что она очень нужна потому что на опыте когда ребенка покормишь ребенок лежит на руке и особенно летом если в футболке и рука начинает потеть вот такая вот подушка она мягенькая так и хочется уже покормить и ты одеваешь ребенка просто ложь да получается вот на сгиб сюда вот ложишь ребенка и потом рука начинает потеть особенно ночью тоже не в кофте в такой с длинным рукавом спишь и постоянно ищешь что-нибудь чтобы положить матрас такой тоненький матрасик кикс состав хлопок стопроцентное производство россии казань вот хлопок хорошую ступенью да все гениальное просто до следующая следующий лот следующая это вот такой набор сюда не подтягиваясь там я не смотрела не рекомендации не отзывы мне просто понравилась коробочка ну в принципе думаю пять в одном все пригодится ножик нужен это нож ведь это сдача экзамена до четыре палочки подходишь ли ты на 5 палочек давай думай что конструкция конструкция будет такова то есть вот нет вот это я понял что это внешне вот так тут такая длинная палка и тут выемки и тут выемки палки одинаковые там все очень просто джаз все дует и джаз дует мама спешит на помощь и фиксируешь здесь сунта штукой а вот это чуть-чуть туда я слишком в этот не могу отдалиться один чуть туда сместить слишком вырезок камеру ладно пока один разбирается вот такую вот выбрала в зеленом цвете там было в голубом в розовом как хотите в желтом цвете здесь такой набор в интересном футляре и вот такие вот маленькие ножнички также здесь есть кусачки или как там по-другому называют такие вот приятно так держать удобные и здесь тоже все удобно есть пилочка я думаю что ей пользоваться я не буду вот этим вот этим буду и еще понравилось что сделали вот такой вот мини пинцет это когда в носу что-то достать не можешь а это у новорожденных очень часто бывает и вот как раз таки вот этим думаю что да хорошо цепляет можно будет достать такой вот набор удобно что это все закрывается вот можно взять с собой если куда-то едешь мне нравится все в одном месте не нужно да ничего искать а то вот так вот все разбросано обычно бывает коробочку с это с распаковкой мы делали деревянные игрушки на подвязках скажи деревянные игрушки на подвязках подвязки там примерно вот такая высота в принципе мне кажется он же ляжет еще ну да ну да такая коробочка первым шкафу в моей комнате там в нашей сюда получается если повесим то они слишком будут наверное высоко но она не для этого это просто он сидит себе да и сидит а это можно на пол постелить по положить там же так показано вот вот он играет внизу и всякие штучки подвязываешь он с ними вот в общем вот такие сейчас вот эти подвески нам принесут но эти подвески нужно было сначала отсоединить я и хотела сказать но я не стал тебя ну ладно я чё я здесь знаю что они так сконструировали нам просто по отдельности эти вещи пришли в прошлой распаковке пришли почему-то они не сразу прислали на потому что это два разных товара ты заказываешь ну да я понял давай вот одеваясь там нет уже все туда колечками да просто сюда делаешь качество хорошее мы одобряем никаких лишних запахов очень такое приятное на ощупь дерево обработано без всяких там вот этих лишних вещей вот эти подвески они состоят из разных материалов тут есть дерево потом ткань потом я не знаю что это пластик или еще чего-то в общем разные собрать может любой мне кажется и девушкой да вот эта штука называется монтессори выглядит очень красиво не раздражает лично мне глаз не знаю как ребенок будет на такие светлые тонна реагировать посмотрим обычно у нас такие ядовитые цвета были у детей что прям сразу реакция была на игрушку в принципе может быть это и не нужно было посмотрим тут также можно что все будет легких тонах да потому что я думаю на дарит нам разноцветных игрушек еще вот так вот а а вот таких вот ну как бы качественных и приятные для глазу и тактильных вещей как бы надо ребенок очень с ума не сошел потому что вряд ли ему нужно вот это разноцветная сумасшедшая фигня он хочет видеть легкие простые вещи как вот в природе дерево видите вот какого цвета вот какого она цвета такого и есть и запах дерева очень вкусно так пахнет мне нравятся вот эти вот силиконовые резиновые шарики прям залипательно их трогать это мягкие также здесь вот такой же тканевый этими они это деревянные деревянные эти можно как бусики вот так вот делать ребенку будет мне кажется очень интересно но в принципе если я не знаю он там сильно нет не упадет хорошо сейчас сделали прям идеально там трогать если даже будет даже если упадет он она это такое гладко даже если об ребенка что-то стукнется ничего с ним не будет я думаю что не упадет ну вот я тянул максимум вот так будет но мы конечно поставили на скользко это она вряд ли же здесь будет у нас будет день на коврике это все лежать и скольжение я буду я счастлива теперь меня вот вот так меня все устраивает поиграть и полежать доработать можно тоже вот сюда резиновые ножки какие-то придумать и она не будет это предназначена когда он играет на коврике будет она не будет скользить но даже если так поставить где-то на год скользком а поставь на пол скользить еще мне эта штука нравится что ее очень легко можно допустим положить на пол также поставить или когда ребенка одеваешь и если нету кого-то кто развлекает бывает же дети которые очень сильно плачет когда одеваются там на улицу и как раз таки вот ребенка когда одеваешь на пеленальную доску вот так вот поставила а вот это вот до отвлекается это все очень мобильная штука также ее с собой можно хоть куда взять она очень легкая вот здесь кстати чтобы с собой взять вот это вот складывается сейчас уже не будем вот сложили тут сложили и в принципе убрали можно ровно положить тут уже длина сделано как нужно уже не нужно ничего там химичить классная штука даже вообще красиво да как-то это смотрит сюда давай поставим интерьер какой-то название вот этот как интерьер они тоже тут будет у нас это сидит вот прикольно что сидит себе играет вообще-то он здесь он его там еще пока пока что нету пошли вот уже и еще у нас осталась маленькая упаковка даже не представляю что это может быть также у нас будут будут другие ролики где у нас другие распаковки а это уже как бы можно тоже отнести для ребенка и также просто такой девайс нет это получается сюда ватные спонжики и вот такая крышечка и чтобы достать ватный спонжик нужно вот так вот сделать это вам ванну да но я вообще хотела попробовать заказала один а так я закажу еще один из спонжики наверху не наверху где ванна где ванны в этот на раковине и получается так что если этом на раковине стоит вода сюда не попадает ну как бы это все закрыто то крышку тут закрываешь да и вы оставляешь и по одной штучке выдергивает или крышку на крышку открываешь достаешь эта крышка сверху чтобы если вода какая-то нет разбирая но типа так должно быть от отсюда придет нет не дергиваешь не дергаешь там неудобно будет выдергивать и также хочу взять такой же там идет с ватными палочками то есть одна сторона диски другая ватные палочки это уже ребенку можно на комод поставить чтобы все было под рукой я ты прям пакет на задалкиваю да так вот это выглядит я к тому что вот отсюда если хочешь вот если ты вот это зажмешь она как защита закрывается как она все сверху просто ставь просто ложится да она что-то я имею ввиду если это не поднимать и вот так можно но зачем так бессмысленно да ну да ну просто вот это конечно сделали как будто есть так удобно делают ставят ты просто подхожки вытаскиваем как салфетки до одно тело движение делаешь ну мне в принципе вот достала взяла закрывает все сбоку до для чего дырка для того чтобы когда вот этих мало дисков вот у тебя так стоит например вот берешь вот вон с мужчинами только и делать распаковки казов и объяснять им все я бы не понял да ну еще забыли это фигня да и все так вот такая вот у нас ребята распаковка вроде думали блин дофига всего но у нас по частям конечно приходят да да у нас все будут другие видео но это 39 минут мы уже записали я думаю быстро а тут 39 минут для нас быстро сейчас пролетело потому что нам интересно было что там я думаю вам может быть это быстро все на этом все не будем тянуть следующую распаковку смотрите мы сейчас будем распаковывать кроватку супер всем пока вы можете поддержать наш канал на бусте ссылка будет в описании видео донат бусте вот она переходите страничка здесь можно подписаться месяц три шесть двенадцать стоимость 300 рублей также можете сделать поддержку поддержать можно любой суммой выбираете эту сумму которую вы можете выбираете вариант оплаты и оплачиваете все деньги будут собираться на роды роды стоят 300 тысяч рублей мать и дитя и здесь когда вы подписываетесь на канал мы будем выкладывать закрытую информацию которую на youtube не выкладываем все что касается лечения все что касается родов и сам процесс родов тоже будет именно здесь если вам интересно то подписывайтесь и просто поддерживаете наш канал заранее благодарим все добровольно смотрите как бы сами если можете поддержать будем очень очень благодарны